Привет, все любители вышивки! Это Виола. На фоне вы можете слышать какие-то посторонние звуки. Это мой Тимоша стучит. Но, к сожалению, снять видео в абсолютно полной тишине никак не получается. Сегодня я хочу показать вам начало нового процесса. Это рождественский сапожок, который я буду вышивать для Тимоши, для Давида. Я уже вышила сапожок один, я вам показывала. Кто не видел, я оставлю ссылочку под видео, чтобы вы могли посмотреть. А для Тимоши я буду вышивать вот такой сапожок. Вот так выглядит схема, скачанная из Pattern Maker. Скачала я ее с сайта auroraemferina.net И на этом сайте вы можете видеть, что девочка, которая этим сайтом занимается, она вот здесь вот прописала название сайта, прямо по схеме. Она его прописала как бэкстич. И, честно говоря, я не знаю, как этот бэкстич отсюда убрать. Сейчас еще немножечко поближе вам покажу. Вот, ну, в принципе, эти буквы видны. Они прописаны как белый бэкстич. И я не знаю, как их убрать. Если вы знаете, как в программе Pattern Maker убирать бэк, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Потому что, как крестики убирать, я знаю. Нужно просто выделить участок и нажать кнопку удаления. Да, Тимофей пришел. Вот. А как бэкстич этот убрать, я не знаю. Он, в принципе-то, не особо и мешает. Но некоторые символы нужно будет внимательно досматривать, чтобы понять. Да, это Тимоша. Вот, смотрите, вот видна эта мышка первая, да, мышиный король. И так как у меня он идет вот на двух листах, ну, не считая корону вверху, то я планирую вот так вот склеить. Да, это мы дружечки пришли. Привет, Тимоша! Планирую вот так вот склеить. И, наверное, ну, просто вышивать и потом отрезать от шутой части. Вот. Что еще я хотела показать вам по организации своего процесса. Как вы видели на картинке, канва... Тимоша создает отличный фон. Канва, на которой вышивается данная работа, она должна быть такого темно-винтажного кофейного цвета. Значит, я полезла в интернет за канвой. И заказала канву. Ну, честно говоря, уже не помню, с какого сайта. Вот. Они мне прислали. И сказали, что... На сайте было написано, что это оливковый цвет. И, в принципе, он оливковый есть. Вот. Ну, на камеру он немножко более коричневый. В реальности он чуть-чуть зеленее. Ну, вот он точь-в-точь идет, как зеленые оливки. Мне девочки сказали, что он кофейный. Потому что я заказала винтажную. Винтажная не была в наличии. Они мне предложили вот эту. Сказали, что она, ну, просто кофейного цвета. Когда она ко мне пришла, я увидела, что все-таки она зеленцой отдает. И... Ну, здесь на свету так не видно, но она немножко темноватая. И почему-то мне не очень хочется на ней вышивать. Тогда я нашла у себя в запасах вот такую канву. Это у меня канва DMC. Мраморная. Вот. Она вот более... Такой идет... Более теплый оттенок по сравнению с вот этой канвой. Вот он такой идет более винтажный. Хотя и светлее. Ну, и мне почему-то кажется, что на такой канве будет этот сопоставник. Паможок смотреться лучше. Вот. Это 14-й каунт. Вот это эта канва. 14-й каунт. Вот такая вот она мраморная. Но все-таки, наверное, остановлюсь на этой. Но вы еще тоже напишите в комментариях. Я еще пока ничего не размечала. Напишите, что вы думаете. И как на ваш взгляд, какой вариант будет смотреться лучше. Вот. Все ниточки я сложила вот так в папочку. Ну, просто их перемотала на катушечки. И сделала вот такой органайзер. Вот. Значит, это у меня идет пивной картон. У него толщина 2 мм. Такой картон, как я использую для переплета, когда делаю блокноты, делаю альбомы. Вот. Вот я написала здесь символы. И написала номера DMC. Ну, у меня в данном случае ниточки СХС. Вот. Немножечко тут они у меня попутались. Надо будет их распутать. Вот. И вот так я нарезала по одной пасмочке. По одной пасмочке. И планирую вот отсюда вынимать по одной ниточке и вышивать. А когда пасмочка будет заканчиваться, я тогда уже буду брать смоточка, отрезать следующую пасму и дальше работать. Вот такие здесь цвета. Ну, в плане символа вот тоже здесь видно, да, там палочка ровная, там палочка под наклоном. Тут есть вот с этой стороны, вот видно. Есть двоеточие, есть точка запятая. Ну, в принципе, они, конечно, там, я так посмотрела, близко они не пересекаются, тем более цвета разные. Но в любом случае как-то вот оно все-таки с самими символами не очень удачно сделано. Вот. Цвета красивые. Вот. Они яркие, но при этом винтажные. Вот. Поэтому работа должна быть, я так надеюсь, красивой. Вот. И все остальные ниточки, маркеры, все, что там не нужно, у меня будет храниться в этой папке. Вот. Ну, и еще тоже один момент. Как на картинке, там можно видеть. По краю всего сапожка идет вот такой значок. Вот. То есть его очень много. Тимошенька, Тимошенька, не плачь. Вот. Он полностью по краю сапожка идет. И он еще вот вокруг щелкунчика идет. Вот. То есть по схеме оно вышивается полным крестом. Там даже в схеме указано, что нужно три матка этого цвета для того, чтобы его хватило. Вот я, честно говоря, не знаю. Вот может быть вокруг щелкунчика я и вышью. Но и то, я думаю, что, наверное, я это буду вышивать полукрестом. А вот по краю самого сапожка, вот здесь видно, я его, скорее всего, вышивать, может быть, и не буду. Вот посмотрите еще раз на картинку. Там видно, что вот это вот по краю, когда сапожок собирается, то частично, но вообще его не видно, потому что оно уходит внутрь под зашивку. Поэтому совсем, может быть, этого видно и не будет. Поэтому нет смысла его вышивать. Ну, посмотрим. Это я, если что, то это уже в самом конце будет сделано. Вот. И здесь вот видно, что я сделала слово Тимофей вверху. Вот так. Правда, я здесь начала бэк тоже делать, но потом бросила это дело. Решила, что я уже вышью крестики, а бэк стич мне уже будет потом не проблема вышить. Вот главное, что само слово я наметила. Вот. Вот такой тут щелкунчик. Вот. Надеюсь, что вам тоже будет интересно наблюдать со мной за этим процессом. Очень скоро я уже, так надеюсь, к нему приступлю, как только я закончу свой пейзаж. Так что не переключайтесь, заходите на мой канал, подписывайтесь, чтобы увидеть, как эта работа у меня получится. Всем пока!